Субтитры делал DimaTorzok Девочки-близнецы появляются на свет с помощью кесарево-сечения. Ловко орудует скальпелем заведующий отделением акушерской патологии беременности Любовь Кузьмина. Все говорят кесарево-сечение, кесарево-сечение так просто, да? На самом деле это не так просто, и каждая операция отличается от такой же другой, и бывает много осложнений, то есть требует много навыков, много, я не знаю, профессионализма. Это не такая простая операция, как может быть принято считать. На свет забайкальские дюймовочки появляются с низкой массой тела, чуть больше килограмма. Родившуюся тройню здесь сразу же окрестили легендарной. Случается такое крайне редко, а это они же спустя месяц с первых минут жизни в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных. Младенцы тихо-мирно посапывают вот в таких закрытых кювезах, иначе умных колыбельках, которые имитируют внутриутробную атмосферу, где тепло, постоянная температура и влажность. Все ребятишки были изначально на аппарате ИВЛ, сейчас на респираторной поддержке только увидите данный ребенок, и то просто кислород идет, то есть они дышат сами, они кушают, они усваивают, сейчас они у нас просто растут. У новорожденного Рамиля кормление через полтора часа, все как и полагается, по времени. Кроха находится в открытой реанимационной системе. Врачи считают, к окружающей среде он уже адаптирован. Медсестра переворачивает малыша на животик, что ему однозначно и не нравится. Мне не нравится, маленький, чего тебе не нравится, сегодня какие красивенькие, и хорошенькие. Морченочка у нас. Все дети требуют любви, ласки, нежности, определенного такого ухода. Они же маленькие, без мамы. Мы им здесь, как мамы. Сейчас, сейчас, сейчас. Это нету, ничего, сейчас. Всего в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных 12 малышей. У одних период адаптации протекает неблагоприятно, другие же заявили о себе миру раньше положенного срока. Самый низкий вес, который был в нашем отделении, это 450 граммов было. У маленьких малышей, которые родились раньше срока, бывает проблема, связанная с незрелостью легочной ткани. Это дыхательные нарушения. Здесь, в отделении, малыши учат дышать, помогают им дышать, помогают их маленьким сердечкам, чтобы они бились в нормальном ритме. В перинатальном центре реанимация не только для малышей, но и для их мам. Елена Лаптева лежит под иконой святого. Как только речь заходит о ребенке, плачет. Теперь она счастливая, многодетная мать. Свою Викторию родила этой ночью. Эмоции, делится она, до сих пор накрывают с головой. Слезы радости, волнение, неописуемое счастье, когда этот маленький комочек дали подержать. Вчера приносили, да, дали подержать. Адреналин поднялся, все боли мои прошли, охота была летать. Это слезы радости. Я говорю, я разговариваю про ребеночка, начинаю, у меня они просто текут. В отделении новорожденных детки находятся под наблюдением медицинского персонала. Самый крошечный пациент здесь весом в 2 килограмма 200 граммов. Чувствует себя хорошо, обходится без интенсивной терапии. Обогревает младенца источник лучистого тепла. Детки здесь здоровые, правда, в силу разных причин, пока не могут воссоединиться с мамами. Татьяна Верхотурова каждую историю, рожденную в этих стенах, пропускает через себя. До этого 11 лет проработала в реанимации интенсивной терапии новорожденных. Случай, который произошел там, запомнила на всю жизнь. Когда я там работала, это касается ребенка, который был зачат неестественным путем, это ЭКО. И, видимо, мама долго не верила, что это ребенок. И когда она прикоснулась к нему, она сказала, он теплый. Я говорю, он же живой, ваш малыш, это же ваш ребенок. Для нее это было, она, видимо, воспринимала как куклу его, или там, ну, как раз неестественным путем зачат, значит, да. Это, конечно, это осталось на всю жизнь в памяти. Ну, как-то так. За 20 лет благодаря докторам Краевого перинатального центра на свет появилось свыше 43 тысяч детей. Татьяна – мама двоих девчонок. В третий раз мечтала о сыне. Ну, третья девочка. Позволочник, видите, она все в протяжении. Сердце линия притеряется. А Джульетта Гагарян стук родного сердечка ощущает ладонью, лишь приложив руки к груди крошечной на Рене. И мама, и грудничок здоровы. На дочку не может наглядеться. Заботливо поглаживает, трогая маленькие ручонки. Ну, она вообще у меня спокойная, похожа очень на первую дочь. Только единственная, та была у меня неспокойная, а эта прям спокойненькая, спит. Что для меня вообще как бы непредсказуемо. Елена Щучкина готовится к выписке. Нового жильца дома ждут все. Готовятся, нас ждут. Нас ждет папа, бабушки, дедушки ждут, сестренка старшая ждет. Покидая стены, большинство мам своих докторов помнят всю жизнь. Как, например, акушера-гинеколога Марину Мочелову. В кабинете доктора лишь малая часть портретов тех, кто благодаря ей появился на свет. На этом фото теперь уже мать. Женщина, у которой очень долго разбивались мечты на мелкие осколки. И когда она пришла, ее фраза была такова. Мария Николаевна, если вы не поможете мне, то я больше не буду пробовать. Сейчас у нас уже трое детей, две дочки. Причем первые это были преждевременные роды. Все хорошо, все замечательно. И один сыночек. Мария Николаевна, а сама вы мама скольких детей? У меня двое сыновей. Старший ему 26, он уже врач-кардиолог. Видимо, как-то мамин работа повлияла все-таки на выбор. Хотя я изначально не совсем была за. А сейчас я понимаю, что у него получается. Это мне, ну, такой бальзам на душу. И у меня второй сын ему 13 лет. Пока он еще думает. Буквально через полчаса в перинатальном на свет должен появиться очередной маленький забайкалец. Идет подготовка к операции. Будет кесарево сечение. Любовь Кузьмина снова готовится в бой за жизнь и здоровье того, кого она первым возьмет в свои руки. У меня дочь всегда говорит, мама, я рулю так твои глаза в этой маске. Тщательно вымыты руки и живот, и без пяти минут мамочки. А здесь доктор уже в своей полной экипировке. До первого крика младенца минуты. Ну что, с Богом, поехали. Анжелика Панибрашина, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев. ЗАП ТВ Субтитры подогнал «Симон»